Здравствуйте, уважаемые слушатели, очные и заочные. Я рада вас приветствовать в нашем Центре «Специалист». Сегодня у нас рекламный семинар. И я хочу напомнить вам, что в нашем Центре более тысячи курсов по разным отраслям знаний просто ждут вас. А специалисты всегда рады поделиться своими знаниями и умениями. Если у вас есть такое желание, такая возможность, выбрав какое-то направление, прийти к нам, приходите. Мы будем только рады. Сегодня тема нашего разговора – это изобразительное и декоративно-прикладное искусство нашей жизни. Тема, с одной стороны, касается именно изобразительных искусств, с другой стороны, прикладное искусство – это, по сути дела, то, что украшает нашу жизнь, то, что близко не только художникам, но и людям более практических профессий, таких как дизайнер, архитектор. То, что лежит в основе, мы сейчас будем разбираться, что лежит в основе того, что мы называем изобразительным искусством и декоративным прикладным. Давайте начнем издалека. Человек, осваивая окружающее пространство, вписывался, по сути дела, в две среды. Первая среда изначальная – это природная. Вторая – это то, что он делал сам. И, исходя из этого, он осваивал природные материалы, такие как дерево, камень, лина, приспосабливал их для строительства жилища, изобретал орудия труда, придумывал, каким способом можно охотиться на животных. И все это принадлежало бытовой области. По сути дела, в процессе этой жизнедеятельности кристаллизовалось три направления. Первое направление – это общение со средой. Второе направление – это общение с себе подобными. И третье – это общение с непроявленным, неясным, неосязаемым миром, которого мы называем духовным. Вот эти три направления, они повлияли на всю дальнейшую и творческую, и бытовую деятельность человека. Осваивая природную среду, человек пытался уподобить ее себе, потому что мы всегда все примеряем на себя, нам так удобно. Он наделял и характеристиками, и качествами собственными, человеческими, все то, что он видел и делал примитно к окружающей среде. Ну, например, какой пример можно привести? Например, кувшин, кувшин для воды. Его очеловечивали, потому что он ходил вместе с хозяином за водой. Он хранил эту воду, он мог ее поделиться с хозяином. Но если вдруг наступала засуха, то искали причины, и чаще всего находили эти причины в самом кувшине, значит, с ним что-то не то. И тогда его разбивали, лепили новый, наделяя его более совершенными качествами, более изысканно украшая, и таким образом совершенствуясь. Ну, и кроме того, таким образом пытались налаживать отношения с окружающим природным миром, взаимодействие с таким миром. То, что касается общения с себе подобными, очень интересное явление, потому что на этом уровне очень активно шел обмен мнениями. И с помощью изобразительных средств в том числе. Ну, например, если мы посмотрим с вами на окраску аборигена Австралии, что он демонстрировал в такой окраске? В какой социальной группе он принадлежит? Рядовой или член правления, скажем так? По какому случаю он эту окраску делал? Давайте я свет выключу очень быстрее. Допустим, это будний день, это праздник, а может быть, это подготовка к войне. Какому племеню он принадлежал? Какому роду? Кроме того, это сопровождалось определенными одеждами. Пусть минимумом, но тем не менее. Это тоже, допустим, головной убор был также свидетельством принадлежности его к определенному сообществу. Татуировки, роспись, тел. На самых начальных этапах это уже шел обмен информацией. А дальше, больше, стали делать рисунки в пещерах. И если мы продолжим, допустим, австралийскую тему, обмен информацией какой? Передача из поколения в поколение какому роду принадлежит. А у аборигенов Австралии традиция вести свой род во многих случаях от насекомых, от птиц, от земноводных. И вот в данном случае здесь показан родоначальник рода. В данном случае это написание истории. Можно так это расценивать. Это обмен опытом. Вот очень интересная картинка. Тоже австралийская. Каким образом можно охотиться на страусов? Все страусы одинаковые? Не все. Вот правый крайний это человек, одетый в страуса. Вот там ножки человеческие видны. И это обмен опытом. Передача информации от поколения к поколению. Каким образом можно незаметно подобраться к стае птиц. Это в целом описание, быт описания. Что происходит, как происходит. В достатке ли живет все племя. И по сути дела это еще и... Погодите, пожалуйста. Это еще и... Здравствуйте. Здравствуйте. Украшение живящее в какой-то степени. Если мы коснемся области непроявленного, то есть духовной области, то здесь особые предметы изготавливались. Например, такие, как маски ритуальные. И они говорили о том, к какому Богу обращаются, о чем просят, по какому поводу все это происходит. По сути дела, это был оберег. Обращались с разными просьбами. Защитить семью, защитить себя, дать урожай, поблагодарить за что-то. В данном случае это уже вошло в полной мере в обиход. В данном случае это ритуальная маска, но были и ритуальные предметы. И в данном случае это тоже было включение в окружающий вид. На более позднем этапе появилась изобразительная составляющая вот таких бытовых предметов. Человек соотносил с собой весь природный мир, как я уже сказала, и одновременно пытался транслировать его в окружающую среду. И появились предметы, которые напоминали человеческие фигуры или, допустим, животных. На Руси это уже более поздние работы. Это 17-й век. Но, тем не менее, это тянется из глубины. И не просто ковш, а утица. И вот здесь уже учитывают, что его и двумя руками удобно держать, потому что он большой. Но и в то же время утица, как сакральное животное, всегда присутствовала в обиходе древнерусской семьи. Почему? Потому что она участвовала в движении солнца. Если конек вез солнышко по дневному небосклону, а он тоже всегда присутствовал и на коньке крыши, и в оформлении бытовых предметов. Так вот, конек вез солнышко по дневному небосклону, а в ночное время по морю его тащило утица на себе солнышко. И круг замыкался. Это, по сути дела, обрисовывало все процессы мироздания. Со временем начали складываться традиции. Допустим, традиция древнерусских вышивок. И если мы обратимся к орнаменту, то это вообще особая статья. Почему? Потому что орнамент это не просто украшение, это своеобразный текст, который помогал правильно ориентироваться человеку в данной среде. Существует исследование, автор ее Марина Качаева, этого исследования, Марина Качаева. И она связала характер древнерусских орнаментов с традициями вышивки в разных русских губерниях. И оказалось, что сходные орнаменты очень часто возникают там, где существуют сходные геомагнитные картины. Допустим, Курская магнитная аномалия. Там возникает очень характерный орнамент, свастика. И на севере Каргополье там тоже свастика возникает. И там тоже аномалия. Какого свойства? Здесь уже нужно разбираться. Но в данном случае это говорит о том, что орнамент это не просто украшение, а это способ адаптировать человека к окружающему миру. И отчасти моление с обращением к природе, чтобы она пощадила носители этих орнаментов. Ритуальные изделия. Вот таким образом изготовили, ну это уже современное изделие. На самом деле это собака Будды. Это китайская традиция, которая тянется еще со времен начала буддизма. Ее зовут Шиза или Фу и она охраняла Будду. В данном случае оформили ее мозаикой. На более ранних этапах другие материалы использовали. Но традиции пришли к нам из древности. Спустя какое-то время на более поздних этапах начали складываться региональные, то есть местные характерные особенности и изготовления, и оформления декоративных и утилитарных изделий. Вот это марокканская школа. И до сих пор традиции, которые были заложены в самой глубине веков, до сих пор они поддерживаются. Что происходило потом? Из общего числа изготовителей вот таких изделий начали вычленяться особо умелые и образовывать группы определенные. Допустим, горшечники или ткачи или бондари. То есть в данном случае можно говорить о разделении по утилитарному назначению изделий. А еще в более поздний период мы сталкиваемся с тем, что самые умелые мастера, умелые из умелых, к ним начинают обращаться люди не только с тем, чтобы они сделали какую-то вещь удобную, но чтобы эта вещь была предусмотрена для любования, ради красоты. И вот здесь уже на этом этапе можно говорить о том, что идет разделение на сугубо утилитарную утварь, та, которая служит какой-то цели. Допустим, сосуд для воды или для масла, или для вина, всевозможные ковши и так далее. Но начинают появляться вещи для любования. И это начало появления роскоши. Вот такими предметами стали украшать жилище и святилище. В истории осталось много свидетельств. Допустим, великолепные медные кувшины с Востока или изделия из камня в сочетании с бронзой из Древнего Рима. Проходите, пожалуйста. Или, допустим, византийская чаша начиная с 4 века нашей эры вплоть до 15 это был очень развитый промысел. Но чаще всего у нас на слух и в памяти это древнегреческая керамика. От Древней Греции в большей степени культура разворачивается именно на керамике, потому что из архитектурных сооружений до нас дошло не так много в целости и сохранности. А вот керамика представлена широко. И что очень интересно, именно в эпоху рассвета Древней Греции, а это приходится на 5 век до нашей эры, это время рассвета городов полисов, начиная смещаться акценты в понимании культурных культурных ценностей. Духовная ценность культуры даже не способа, а с внимания к декорированию украшательства и служению силам природы начинает смещаться на человека. Человек подавляется богам, он прекрасен, как бог, а богов начинают изображать как людей. И вот в Древней Греции больше, наверное, как нигде боги и люди стоят на одной ступеньке, а не на равных отвечают за то, что происходит в государстве, то, что происходит с человеком. Идет мощный рассвет искусств и все внимание к красоте человеческого тела, его духа, его души. И именно с этого периода пятого века до нашей эры начинают выделяться изобразительные искусства, разделяться, вернее, расходиться изобразительные искусства и декоративные искусства. К изобразительным искусствам на тот момент относились живопись, архитектура и скульптура. Значительно позже прибавилась графика, а декоративно-прикладное искусство, тогда оно называлось декоративным. Оно осталось в стороне и оно по-прежнему обслуживало быт. В первую очередь утилитарно, а затем и все в большей степени как явление декоративное. Итак, пятый век до нашей эры это разделение искусств на прикладные и высокие. К высоким относятся архитектура, живопись и скульптура. Есть ли у вас какие-то вопросы? Все ли понятно? Пока все понятно. Так, давайте я немножечко оторвусь. Если у вас будет желание что-то записать, запишите. уважаемые заучники, пожалуйста, задавайте вопросы, если они у вас появляются. Так, идем дальше. Как я уже сказала, на более позднем этапе к высоким искусствам прибавляется и графика. Вот именно с графики мы с вами и начнем рассмотрение уже в современном плане того, что мы понимаем под рисунком и то, что смежно с ним. Графика от греческого графики пишу, черчу рисунок. мы с вами будем говорить об особом виде графики, уникальной графики. Что это такое, что это предполагает? Это рукотворное произведение, созданное в единственном экземпляре самим автором и чаще всего для себя самого. То есть это не предполагалось ни на продажу, ни на выставление, на показ. Более полное понимание, наверное, то, что мы сейчас, о чем мы сейчас будем говорить, может прийти через, не через понятие график, а через понятие рисунок. рисунок это начертание изображения на плоскости с помощью графической триады. Это линия, это штрих и это пятно. То, что касается рисунка, его можно взять гораздо шире, чем понятие графика. Первый смысл это, по сути дела, создание самостоятельного художественного явления, то, к чему мы привыкли при оценке рисунка. А второй смысл гораздо шире. Это основа всех видов изобразительных искусств, универсальный изобразительный язык, потому что любое произведение из всех пластических или изобразительных искусств начинается именно с рисунка. Архитектор вряд ли сразу сядет за или за компьютер, или за проект предварительно не сделав несколько подчеркушечек, зафиксировав идею. То же самое касается основ живописи. Мы сейчас будем с этим знакомиться, как можно подходить к пониманию рисунка. Прежде чем создать крупное полотно живописное, художник проходит через эскизные опыты и ищет наиболее лучший вариант. это и скульптурное изображение. Вряд ли Микеланджело начинал сразу работу с того, что он брал кусок мрамора и отсекал все лишнее. Нужно было примериться. То есть рисунок это основа всех видов изобразительных искусств. Как можно расценивать рисунок? Оценка может быть многоплановой. мы можем рисовать на белой бумаге или на цветной бумаге тонированной и мы получим разные результаты. Но бумага в этом случае является не просто фоном или какой-то нейтральной поверхностью для нанесения изображения. Она является средой пространства представителем пространства и представителем света. И из этого света мы начинаем вытягивать изображение. Если мы тонировали вот это скупо решенное изображение это этюд с натуры Валентина Серова. Тонированная бумага использования акварели и здесь более эмоциональная более подвижная подача это этюд с натуры Рейстелла. мы можем рисовать существуют разные типы рисунков. Мы можем рисовать с натуры и тогда мы пытаемся передать эту натуру по всей красе и пытаемся включить не только визуальный ряд чтобы он работал но и вспоминаем а какой на ощупь и пытаемся это передать и какой она на вкус я думаю что она вкусная и на ощупь гладкая и упругая и во всех подробностях и это может быть только конкретная яблока и никакое другое это работа с натурой мы можем вспоминать или воображать каким может быть яблоко тогда это совершенно другая история это просто схема к которой мы обращаемся и в итоге мы по сути дела опираемся на три подхода первый это рисунок с натуры второй это рисунок по памяти и третий это рисунок по воображению по функционально смысловому принципу рисунок или графику можно шире даже брать можно делить на станковую работу что значит станковая работа и откуда взялось такое слово станок название пришло из живописи станок это рама на которую натягивает хост такой рамы в графике просто не требуется но тем не менее само понимание самостоятельного цельного произведения перешло и в графику и вот это рисунок Репина самостоятельно его можно оформить в раму повесить на стену и вот здесь нужно еще сказать что графика всегда предполагает что ее будут демонстрировать в интерьере и это последние дни льва толстого рисунок с натуры но он доведен до такого состояния что править его уже не хочется в данном случае это полноценная законченная работа с натурой и ее можно расценивать как станковую работу тот же Репин и это несмотря на то что очень бегло широко решена работа она тоже не требует дополнений и ее тоже можно расценивать как станковую работу уникальное графическое произведение наряду с этим существуют и тюбные работы они могут быть независимыми как это например что-то поразило воображение что-то привлекло внимание что-то нужно отработать и в данном случае это тоже законченное произведение выполненное с натурой достаточно бегло и тюбные работы самостоятельный этюд вот эта работа вот эта работа студенческая вот то что мы с вами рассматривали а вот эта работа мастера это Ван Гог и он всегда поражает своей необычностью подходок первое необычностью видения и второе необычностью воспроизведения смотрите какая динамика как необычно собраны вот эти отдельные веточки в целое мы чувствуем влияние атмосферы как ветерок гуляет заливается как травка под ветром клонится и в данном случае при всей беглости работы вот такой этюды мы ощущаем очень много глубокой работы этюды могут быть подготовительными вот это работа Леонардо да Винчи в свое время он сделал колоссальное полотно написал колоссальное полотно битвы при Ангьяре оно до нас не дошло а вот наброски картоны они до нас дошли хотя бы косвенным образом мы можем представить себе грузиозность замысла что такое картон картон это изображение натуральной величины так как оно должно быть перенесено на полотно на картоне такими динамичными средствами в данном случае это итальянский карандаш свинцовый штифт то есть палочка свинцовая она очень хороший след оставляет на бумаге плюс немножко мела плюс немножко сангина этот разкоричневый тон дает сангина очень динамично в данном случае идет поиск характера каким образом можно выразить то что требуется смотрите как интересно что конь что человек они нацелены на достижение какой-то цели на победу нацелены и они в какой-то степени даже похожи нет такого ощущения это идет поиск формы и поиск художественного образа это подготовительная работа очень интересно рассматривать работы Сурикова в динамике утро стрелецкой казни я думаю что все знают он очень долго готовился к этой работе написанию этой работы он долго искал типажи и в разных вариантах их отрисовывал допустим стрелец на полотне и типаж который он нашел среди народа он помещал их в ту же среду в которую предполагалось это будет на полотне допустим еще одна работа его боярине Морозова вот это эскиз то есть предварительный рисунок это нащупывание формы выделение главных позиций расставление акцентов ритмического ряда и в принципе это уже очень близко к тому что мы можем видеть на его картине так вот типажи он сказал тоже на ярмарках у знакомых и вот на ярмарке он нашел юродиума ну и за какую-то плату или за еду он его нанял и сажал почти обнаженным на снег вот таким образом рисовал с тем чтобы человек чувствовал снег телом переживал это через ощущение тела с тем чтобы можно было это выразить на полотне в данном случае это предварительная эскизная работа поиск композиционного решения мы можем разделять рисунки или классифицировать рисунки по длительности исполнения самые беглые летучие рисунки это наброски чаще всего линии выполняются уточнение есть если нет сразу попадания в правильную конфигурацию но несмотря на то что они очень бегают смотрите как характер передают и состояние и настроение и что хочет медведь здесь все видно это это может быть набросок который нацелен на правильное понимание кинематики человеческого тела то есть как он может согнуться какие есть возможности как он может закрепироваться тоже очень интересный поиск это этюдная работа даже не этюдная зарисовка зарисовка не очень длительная принадлежит она кисти ребранта он очень любил работать тушью работал кистью и потом уточнял все очень тонко перышком и вот здесь он пошел от пятна пятно задается а потом оно уточняется по светам и по теням при очень коротком при очень коротком времени для работы выразительность очень большая но нужно учитывать что это все-таки ребрант и это тоже зарисовка самостоятельная и опять каждый раз когда мы приступаем к рисунку или когда мастер приступает к рисунку он ставит для себя какую-то задачу что он хочет получить характер патриотируемого или состояние его передать а может быть мимолетность мгновения и это рисунок Рейпина вот как вы думаете что здесь хотели передать определенный типаж наверное да девочка очень характерная и состояние но это нужно учитывать что это все-таки не учебный рисунок это мастерский рисунок Рейпина и даже если он ставит перед собой цель просто схватить общие черты то он обязательно уточнит и состояние потому что для него это уже естественно и самые длительные работы они могут быть выполнены в разных материалах вот это пастель санвина автор Александр Яковлев один из лучших мастеров сложных техник и санвины первой половины 20 века смотрите как тонко проработано практически все поле картины это и очень деликатно построенные фигуры задрапированные очень тонким материалом но и самое главное внимание лицу какие глаза проникновенные в них светится огонь жизни очень хочется по щечке погладить потому что вот эта матовость и бархатистость кожи она ощущается через материал в данном случае это длительная работа вот это тот же Александр Яковлев но совершенно другой подход это сангина он ее очень любил обобщенно пятном но тем не менее и характер и отсылку к национальному типажу здесь он очень хорошо дает и это тоже длительная работа мы можем оценивать графику и по способу воспроизведения каким образом мы передаем художественный образ допустим вот эта работа выполнена способом линеарно контурным эта работа несмотря на то что она такая гершистая вроде бы не очень уверенно выполнена гениального художника 20 века художника авангардиста Анатолия Зверина он рисовал всегда везде чем угодно пальцем палочкой там использовал соус соус в первом его значении на любой бумаге на газете то есть он не мог жить без рисунка и это вот очень бегу такая зарисовочка смотрите какой гершистый характер несмотря на то что палочкой нарисовали в общем-то без ничего рисунок вырос как интересно его рассматривать живописно-тональный подход и это опять Рембрандт посмотрите как свободно он владеет кистью и как с помощью легких мазков и пятна он рисует на всю картину в данном случае идут подход в большей степени живописный мягкий такой плывущий немножко штриховка мастером штриха жесткого звенящего почти такого кристального был Михаил Грубель очень точные характеристики жесткие характеристики но попутно он еще и рисунков включает человека в среду он показывает что он в душе несет что ему близко по духу вот если присмотреться там образ образа на дальнем плане как рисуется характер портретируемый какая динамика задается как будто вихрь событий мимо него а может быть даже не мимо его а включает вихрь событий Грубель мастерски это показано контрастно силуэтно это работа Александра Бенуа иллюстрация к медному всаднику черный и белый цвет на контрасте построенный драматургию задает рисует самое главное даже не рисует а лепит самое главное и мы видим вот это напряжение предельное и конь вздыбленный и перекличка с конем в плане воздушного пространства вот такая силуэтная подача всегда передает предельное напряжение то что хотел передать автор и смешанная тема смешанные техники эта работа Михаила Врубеля он очень любил вот такие выхваченные из окружающего мира очень локальные такие камерные позиции цветы очень любили рисовать и вот здесь использована акварель по ней чуть-чуть пастелью прошелся немножко потрогал карандашиком подтонировал соусом саму плоскость листа это называется сложная техника когда используется несколько материалов и разные подходы работы Врубель в своем творчестве очень многолик мы можем рассматривать графику и рисунок в том числе примитивно к тому чем это выполнено каким материалом и самое наверное скупое решение когда остается только обнаженная мысль и самое главное из того что нужно показать это карандашный рисунок мягкий карандашик это рисунок Валентина Серова это автопортрет как он себе в душу заглядывает какой он еще молодой интересный начинающий по сути дела художник но как проникновенно он подходит к рисунку мастер рисунка крамской вот это работа углем причем очень интересная работа краешки листа они только намечены очень широко проходят берут и боковушечкой угля широко прочерчивает фонт и как точно и тонко воспроизводят лицо как даже не воспроизводят а лепят лицо какую характеристику они дают ведь это лицо можно рассматривать долго и сказать не только вот то что видит глаз не только возраст но и какому сословию принадлежит замужем или вдова а может быть никогда не была замужем в нужде она живет или все благополучно то есть это настолько мастерская работа что по сути дела образ развития можно дать это работа Зинаида Серебряковой ее называли Микеланджело 20 века дама которая пробилась в академию художеств а это не было принято и очень мощно заявила о себе в дальнейшем вот это ее рисунок сангиной очень такая точная характеристика уже в возрасте находящегося Александра Бенуа работа тушью мы уже с этим это уже обсуждали еще раз возвращаемся к тому что она дает возможность очень широко описывать ситуацию играть светом и тенью то что очень характерно для всего творчества Рембрандта в целом он как бы вытягивает из тьмы своих персонажей и они в полной мере проявляют свой характер в лучах света и вот это в полной мере передано и в этой работе тушью и вот это тоже Рембрандт совершенно другой характер камерный лирический пейзаж деревенский пейзаж по тонированной бумажке а тонировали ее тоже тушью тоже сначала пятна проложены а потом они уточнены перышком и ничего лишнего и передается нам в состояние которое существует в природе и немножко в развитии все а что будет дальше пограничное состояние между графическими материалами и живописными занимает пастель в силу того что она позволяет делать рисунки многоцветными значит более эмоциональными и кроме того в работе с ней существует очень разнообразный подход вот эта работа Сергея Малютина он жил на границе 19-20 веков занимался декоративным прикладным искусством и очень любил иллюстрировать сказки былины и вот это одно из его произведений выполненных пастелью и очень тонко в растирочку там где подано небо цветными муками пастелью подано передний план очень плотный на контрасте поданный очень разнообразная техника владения пастелью еще одна пастельная работа это Зинаида Серебрякова очень точные характеристики она всегда портретила и выдавала виртуозное владение материалом очень точное наложение такая твердая рука точное наложение штриха и при всей широте подачи допустим одежды смотрите как только моделировано лицо какое оно вдохновенное как оно в душу заглядывает пастель один из любимых ее материалов она очень много рисовала своих детей пастелью и еще один пограничный на границе между графикой и живописью материал это акварель в зависимости от того как его используют можно очень широко и живописно тогда это больше степени будет именно к живописи относиться а вот это спокойное решение ровно столько сколько необходимо ничего лишнего это работа Александра Иванова автора явления Христа народу вот такая Италия его воспроизведение все тонко прозрачно никаких глубоких теней так как характерно для средиземноморья и это тоже его работа горный пейзаж здесь уже немножко по-другому подходит передавая воздушную перспективу он показывает голубые дали а передний план предельно плотный материальный демонстрация горной местности рисунок стал очень популярным особенно это касалось портретного жанра в 18 веке и это было связано с тем что пытались реалистично передать черты потому что вплоть до 1839 года фотографий не было а в 1839 году появились первые фотографии их называли дагеротипы от имени по имени французского фотографа первого дагера и после появления первых фотографий многие стали предвлекать закат рисунку они говорили а зачем нам рисунок когда у нас есть фотографии и мы будем передавать реальность гораздо более простым способом и более достоверно но оказалось что не так все просто фотографии нужно было ретушировать причем художественно ретушировать потому что без этого они выглядели вот допустим вот это отретушированная фотография одна из первых это первая половина 18 века а вот это не очень сильно отретушированная фотография здесь видно что образ немножко смазан и хочется его немножко компетизировать поэтому над этим работали графики ну и очень скоро выяснилось что все равно рисунок или графика не сдаст своих позиций потому что от передачи фактической передачи окружающего мира хочется еще чего-то большего и это большее это показ острохарактерных образов это уход может быть даже в большей степени в такую символически упрощенную форму вот если мы посмотрим уже после появления фотографии каким стал рисунок он и до этого был проникновенным но какие острые характеры появляются вот это Александр Яков посмотрите какой типаж и как он показан вот это портрет дочери Сергея Малютина а вот это это Александр Биноа автопортрет посмотрите как как интересно он сделает он и себе в душу заглядывает и нам в душу заглядывает отчасти это читается так потому что очень крупно показано изображение и разрушается уже вот та стена которую мы чаще всего воздвигаем между произведением и нами самими а здесь просто вплотную подходит человек в данном случае изображение кажется что это сверх реалистично мы с вами обсудили с каких позиций можно оценивать рисунок как он многообразен есть ли у вас какие-то вопросы эскиз это предварительный замысел идет отработка допустим какой должна быть композиция можно поставить если взять ту же самую работу с Урикова можно взять и повернуться они в другую сторону будут ли они так динамично и так с такой драматизацией двигаться глубиной вряд ли они будут стремиться туда легко скользить можно поменять фигуру местами но будет для этого лучше и вот в процессе подготовки к большому большой работе длительной работе большому поводну идет поиск наилучшего решения на уровне таких мелких пучеркушечек это называется поиск композиционного решения то есть работы предваряющие серьезную работу будущую и подготовительные и тюбные работы они тоже сопровождают большую работу предваряют ее но делаются с натурой то есть ищутся типажи или характерные предметы отрисовываются и потом уже полный осознанно отработанный образ заключается в большую работу то есть есть самостоятельные этюды есть подготовительные самостоятельные это законченное произведение подготовительные это только этап большой работы и эскизные варианты это поиск наилучшего решения тоже предваряющий большую работу так понятно получается это может быть привязано к какому-то дальнейшему эскизу это поиск это поиск так уважаемые заучники есть ли у вас вопросы так идем дальше попробуем попробуем сейчас рассмотреть уже с других позиций такое высокое искусство как живопись очень 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 это повторение реальности если она фигуративна то есть если мы смотрим окружающий мир и пытаемся его в какой-то степени отобразить но на самом деле даже если мы с вами будем точно следовать натуре и будем делать натуралистичное изображение то есть точь в точь будем пытаться повторить то что мы увидели нам это не удастся почему потому что здесь объективная и субъективная реальность расходится объективная реальность такова что допустим есть полотно холст или доска на которой писали картину или какое-то другое или стена на которой писали делали роспись тресковую или масляную неважно и оно с одной стороны стареет треско осыпается живопись растрескивается но это как бы технические позиции но если это сделано мастером и это трогает душу то это становится вечностью то есть эта картина входит в вечность вот такой парадокс с одной стороны материальная сторона она грехлеет так же как любой организм а с другой стороны душа этого произведения оно становится по сути дела бессмертным это то что в нашей реальности когда мы с вами со стороны допустим картины Леонардо воспринимаем или Рафаэля или художников более близких нам по времени и вторая позиция это иллюзорное время которое принадлежит самой картине и это та эпоха которую описывал или воплощал автор это проекция его возраста его взгляда на ситуацию это неповторимое свидетельство эпохи и характеров и типажей скажем так этой эпохи ее уже нет а на полотне она присутствует и вот это очень интересно рассматривать именно с позиции когда мы по сути дела все дальше и дальше расходимся во времени вот это допустим картина голландского художника в 16 веке каналы в Голландии замерзли летом листва опалы и по каналам стали кататься на коньках экзотика по сути дела но это взгляд на время это показ характерной архитектуры это определенные одежды которые характерны для этого времени то есть мы погружаемся с вами в среду и мы изменить ее не можем и она для нас иллюзорная возможно мы до конца ее не понимаем более близкая по времени вот такая очень свежая работа Кончаловского но и здесь свое время течет похоже мы уже здесь опоздали потому что и хозяин ушел кресло покинул и гости разошлись после которых тарелочки помыли а видно что хозяин не один обедал гостей было много и варенье которое сварено допустим из клубники которое собрали на этой же даче уже съедено то есть мы опоздали с вами кусок жизни прошел ушел мимо нас прошел мимо нас но вот это свидетельство жизни запечатлел художник и это для нас реальность иллюзорная реальность здесь можно много говорить о времени вот какое это время как вы думаете 19 век нет это уже 20 век это 20 век это когда очень популярны были государственные дачи когда семьи еще были большие и было принято на летнее время всей семьей уезжать на дачу когда собирались большие компании и еще не сидели по своим квартирам общались и не по телефону очно и были такие широкие застолья и серьезные разговоры то есть в данном случае это присутствие самого владельца а даже через натюрморт мы всегда говорим о человеке вот какой он да в какое время он жил что он любил какие цветы он собирал или выращивал и так далее то есть через предметы мы все равно выходим на человека и для нас это время иллюзорно оно ушло безвозвратно а там оно живет или вот эта ситуация это работа архиполупрачки беспросветный труд возможно без выходных труд тяжелый это пар это горячая вода от которой руки болят и выхода нет потому что там семеро по лавкам сидят и вот это можно в это можно погружаться это иллюзорное время оно очень далеко от нас возможно мы до конца не можем представить себе вот глубины страдания этих людей а картина принадлежит вечности и опять через вот такую сюжетную линию по сути дела это фрагмент интерьера показан жанровая сцена бытовая сцена но через нее мы выходим на понимание того что чувствует человек что он думает чем он живет почему он живет все еще живет да мучаясь и так далее каждая эпоха рождала свое понятие о красоте каждая эпоха выдвигала свой художественный образ и свой образец по которому можно было оценивать рассматривать пытаться понять человека и допустим для эпохи барокко одним из ведущих ее мастеров был Питер Пауль Роббенс для эпохи барокко самое основное было разобраться в человеческих страстях это эмоции кипящие эмоции и это передается в полной мере в пластике а что такое пластик это как вылепливается образ вот такие сметенные лица вот такие в полной динамике показанные фигуры даже несмотря на то что она сидит а он в движении к ней подходит такое ощущение что здесь ураган просто несется очень интересно для барокко в целом как решается композиция она как бы подкручивается закручивается вот такой водоворот страстей водоворот ветров событий вот это очень характерно для барокко все это построено на контрасте зеленоватый панцирь одеяние в сочетании с красным темное основание картины и желтый свет и тень вот это очень характерно для барокко в целом но все это привлечение контраста существует только для того чтобы подчеркнуть качество отношения человека его полония страстей вот это это тоже Питер Пауль Рубенс битва с чудовищем и вот посмотрите как разные эмоции проявляются Битва Титанов разные эмоции проявляются на разных лицах кто-то испуган кто-то уже повержен ему уже все равно кто-то полон решимости чудовище победить кто-то весь всю силу и весь жар души вкладывать в замах клинка и все это опять построено запутано переплетено подкручено и все это показано на контрастах черного и красного а это сразу драматизма добавляет светлого и темного и опять характер эпохи проявляется через эмоции персонажей и в полной мере демонстрирует человека именно с этой стороны и даже когда мы с вами рассматриваем вполне статичные работы портреты семейный портрет Рейнольдс один из последователей Рубенса вот смотрите как интересно и они в движении но вот они на минуточку остановились вот посмотрите на ребенка там мама его прижала но она в сине села вот еще минуточку вот постоять а дальше уже невозможно она побежит есть такое ощущение и мама сама присела у нее много забот и вот она на минуточку только могла выбрать момент и присесть и проходные моменты фигура на на втором плане человек что-то нес его позвали иди сюда остановись опять движение но здесь потенциальное движение заложено и сам автор а это его семья музицировал а потом он возьмет кисть и пойдет писать портрет семьи то есть здесь проявленного движения нет посмотрите какой потенциал заложен и опять свет и тень как рисуется или как выявляется цвет красный на фоне темного какие страсти кипят на заднем плане скульптурные изображения рисованные породно это семья художника это произведение художника смотрите как интересная характеристика идет эпоха классицизма она всегда обращается к разуму и можно даже расценивать такой немножко холодноватый подход к окружающему миру и в этом случае такой все все измеряющий контролирующий разум это называется клятва Гораци это наполеоновская эпоха эпоха ампира и ее ведущий мастер Жан Луи Давид клятва Гораци люди идут на подвиг ну смотрите как здесь все статично да они вот мечи берут да но какие как устойчиво они стоят как устойчиво поставлен их предводитель все очень четко расставлено по местам тылы которые их будут ждать и оплакивать в определенных случаях нет никаких сомнений уже абсолютно все решено холодный разум да нужно идти мы идем это наш долг и вот это очень характерно для вот этого периода для классицизма очень четко расставлены акценты в композиции нет ничего лишнего и композиции предельные сна в этот же период ну так же как и в предыдущей работе очень большое внимание уделяется наследию античности и очень часто и герои из античности это Сафо и ее приближение Сафо древнегреческая поэтесса ну как здесь все решено они все контролируют то что они делают они все смотрят на зрителя они понимают что за ними наблюдают поэтому они контролируют свои действия хоть они и показывают вот такую предельную небо расслабленность а расслабленности нету и цвет вот такой сине-зеленый переходящий в красный он напряжение задает и вот этот ангел не совсем ангел а какое-то искушение но в то же время оно тоже сдержанное и все действия контролируются здесь тоже большой потенциал но он никогда не выходит на поверхность все под контролем вот это работа Пуссена аркадские пастухи они встречаются с богиней вот обратите внимание как пейзаж это не реальный пейзаж это обобщение что это декорация к спектаклю очень обобщенный несмотря на то что речь идет определенной местности Аркадия тем не менее он не конкретен посмотрите насколько выверена композиция она по кругу идет вот так и мы постоянно возвращаемся к лику вот этой богини все несмотря на то что движения разнонаправлены все равно все завязано именно на нее выверенность композиции характерная особенность эпохи классицизма ну и контроль над всем эмоции есть но они сдержаны следом за реализмом как реакции идет сентиментализм что это такое это возможность позволить себе личную жизнь личные переживания какие-то нежные отношения семейные отношения уже не прячутся а в полной мере появляются достойно очень но этого уже не стесняются вот эта работа Боровиковского портрет Лопухиной посмотрите как внутренний мир описывается вот как можно описать эту девушку она принадлежит к элите да она хорошо воспитана да она хорошо образована образование что предполагало танцы стихосложения греческие латинские она знает историю но в то же время вот как описание характера она и сама себе цену знает с характером с характером она держит себя очень прилично но характер все равно проживается вот это свидетельство сентиментализма вот это совершенно другое явление тоже в русле сентиментализма это Тропинин мальчик со щеглом вот здесь передана попытка очень сложная почему ребенок он переживает у него птичка погибла и вот как он скорбит ну сколько ему еще до конца непонятно но тем не менее здесь абсолютно по взрослому на детский типаж наложили вот такие взрослые очень серьезные наверное непереносимые для мальчика груз или допустим вот такой это Гейнсбера один из ведущих мастеров английского портрета и вот посмотрите в неформальной обстановке показывалась тимейная пара на фоне очень условного пейзажа но это тоже расслабляет потому что здесь можно и мундир неофициальный и платье попроще и глубоко вздохнуть и непрямо держать спинку в данном случае человек начинает раскрепощаться и расслабляться и он позволяет себе проявлять какие-то эмоции нежные проявлять нежные отношения и демонстрировать свой внутренний мир демонстрировать с землей мне кажется неверно но очень верно подобный есть такое но здесь может быть даже это правильно сделано с точки зрения постановки ролей он всегда проявлен так же как в природе она она хранительница традиций поэтому она себя демонстрирует только в том числе она к нему прилепилась как в принципе всегда до 20 века и считалось женщина выходит замуж она уже не самостоятельная она просто вторая половинка которая не может существовать без первого хотя я согласна с точки зрения изобразительной вот такой еще одна эпоха романтизм романтизм всегда исследует человеческий реакцию человека в самые сложные в самые напряженных ситуациях причем исследует такое свободное развитие его в заданной ситуации революции войны всевозможные порывы не эмоционального свойства а в смене каких-то традиций вот это характерно для романтизма и вот это одна из самых показательных работ эпохи романтизма это Эжен Делакруа свобода на баррикадах называется предельная динамика драматургия потому что фон получается очень рваным напряженным мы не видим целого а целое это старый мир который уже начинает рассыпаться это период первой французской революции кровавейшего события и свобода не случайно в желтом платье потому что желтый это самый освобождающий цвет или свидетельство свободы скажем так не сдерживающий ничем цвет это дамский образ потому что именно образ женщины всегда лежит в основе каких-то изменений хотя двигают историю мужчины к этому же периоду относится работа жиряко плод медузы люди потерпели кораблекрушение корабль назывался медуза и вот здесь они по сути дела на грани гибели но каждый свою партию ведет кто-то уже отчаялся кто-то до последнего будет землю высматривать и не терять надежды кто-то будет помогать умирающим кто-то будет воодушевлять то есть крайнее проявление человеческих лучших и лучших качеств а кто-то в панику будет впадать и опять смотрите какая ванная картина если мы прищуримся то там в сполохе светлого на достаточно темном поле и вот это добавляет драматургии и даже если мы с вами говорим о пейзаже романтическом то он всегда держит нас в напряжении если там появляется человек в этом пейзаже он должен каким-то образом природу преобразовывать преодолевать вот это характерно для романтизма в целом это работа Гаспара Фридриха Давида Крайний Север называют Северный полюс совершенно другая картина но опять обращенная к человеку это реализм это французский автор Миле и картина называется Женщина собирающая колосья по сути дела реализм всегда нацелен на социальную среду которую формирует человека сначала мы ее формируем потом она нам возвращает то что мы ей дали и по сути дела это бытописательство здесь можно рассматривать это как фрагменты с фильмом потому что если мы немножко напряжемся то можно сказать что будет потом и что было до этого а вот что было до этого если они кого-то собирают наверное не совсем хорошее урожай и нужно сберечь каждый колос и каждое зернышко потому что большие семьи а не хранительницы больших семей и то что не очень радостная картина передается через колорит вот смотрите какой такой малонасыщенный нет чистых позитивных позитивно воспринимаемых цветов рутина по сути дела каждый год из года в год цикл работ повторяется и просвета нет в данном случае бытописательство с точки зрения бытописательства наверное самым непревзойденным бытописателем в нашем соотечественном был Федотов жанровая картина вот это называется сватовство майора и здесь тоже как кино кадры выхвачены из кино что было до этого что будет потом все можно рассказать что будет потом точно совершенно почему так ведет себя невеста правильно а потому что ей не хочется за не очень молодого и не очень богатого а может быть у нее друг сердца есть а ее выдают замуж а маточку говорит это вполне реальный брак и нужно выходить замуж потому что пора уже она уже не совсем молоденькая и ждать уже больше нельзя и семья не очень богатая и рассчитывать больше не на что и не на кого ну и в данном случае вот эта картина свежий кавалер называется удивительно это такое разоглачение в полной мере о нем тоже можно рассказать очень много что он или отставной или действующий военный чин не очень высокого ранга что он изо всех сил старается поддерживать марку вот и фистончики буковки завивает и гитару держит и в принципе вот здесь можно найти очень интересные предметы на его столе которые тоже свидетельствуют о том что он пытается не выпасть из жизни но и замусорена и нужда видна и даже или его прислуга может быть это женщина который сдает ему угол она с презрением к нему относится потому что у него даже башмаки дырявые он не укупит не на что но он все равно бонапарт и вот это неистребимо вот смотрите как интересно опять обращаются к человеку через быт показывают что спрятать невозможно символизм это это обращение к духовным планам отрыв от земли и в то же время это понимание что смерть близка и жизнь очень коротка и это уход в мифологию отчасти в сказку в религию и вот эта сказка очень хорошо проявляется в работах Михаила Рубеля очень красивая работа такое ощущение что на руке жемчужная ракушка лежит есть у него снегурочка да он всегда рисовал только одну женщину даже если это были разные женщины он рисовал свою супругу любимую и вот посмотрите как тонко то ли это есть то ли этого нет мерцание идет очень сложная техника здесь и пастель и акварель и многократное наложение перышком пуши прорисовывали и карандашик тут есть и цветной карандаш он очень любил сложные техники смотрите каких эффектов он добивался а через это через это он уводит нас в сказку то есть нас собственно и уводить тоже не надо вот мы увидели ахнули и все что ему там и вот это тоже символизм но совершенно другого свойства купание красного коня Кузьма Петров водки очень условная манера изложения почему он был он учился иконописи был богомазом на начальном на начальных вот так и вот это скупое цветовое решение оно как раз вот оттуда из его ранних и так обучения и это в чистом виде символизм потому что это канон великих и печальных событий это наступление новой жизни а значит под натиском новой жизни будет отступать старое это море крови которое уже прозревается некоторыми умами но пока еще все спокойно но тем не менее вот это напряжение красного в сочетании с таким глубоко сине-зеленым цветом оно потихонечку начинает подтачивать спокойствие похищение бык и на его спине нет это сиров символизм символизм это обращение к мифу во многом границы 19-20 веков это один из ведущих мастеров эпохи модерна Густав Климт очень декоративная живопись у этого автора как правило бывает а название у этой картины жизни смерть очень красиво и очень страшно и смерть страшная но мне кажется не менее страшная жизнь нет такого ощущения что все переплетено выпасть из этого клубка невозможно и дышать уже нечем и это золотые фоны и это красивые одежды но они ничего не скрывают они наоборот в диссонансе идут с этой печалью и безысходностью вообще для эпохи модерна характерно воспевание безобразного выбирают очень сложную тему или образ очень сложный и потом его очень красиво обыгрывают но вот на этом контрасте еще острее ощущается или ожидается какой-то печальный конец если мы хотим забраться в подсознание то нам нужен Дали и это уже это уже 20 век и это работа с подсознанием великий человек потому что он начал как очень крепкий реалист а потом он ушел в свои сны то есть работа с подсознанием и то что он показывал в своих работах во многом прозревало то что случится вот все открытия связанные с сознанием подсознанием случится через 20 30-40 лет а он это в своих работах уже показывал его можно принимать или не принимать во многом он сам выстроил свой бренд и во многом разрушил трепет своих работ этим брендом и потажностью своей но то что он показывал это тоже мир человека расшифровать его очень тяжело потому что через иносказание какие-то ассоциации которые невозможно расшифровать они мимолетные и не совсем наши это ощущение надвигающейся катастрофы потому что невозможно найти опору в жизни и вот это все приобретает фантастический характер и воплощается в его картинах или допустим метаморфозы памяти через зримые образы он вводит у нас в такие глубинные дали что наверное словами это сложно описать это нужны определенные термины наверное для специалистов а вот здесь это через себя пропускаемые ощущения переживания предвосхищения предугадывания поэтому ну можно его принимать или не принимать но его нужно изучать рассматривать потому что формальная сторона она не всегда является вот то что сразу проявляется это не всегда является конечным это внешняя оболочка шелуха а вот когда вы шелуху снимаете вот там открываются такие глубины что просто Бог захватывает но начинал он как очень крепкий реалист поинтересуйтесь начальное 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 такого творчества поинтересуйтесь и даже когда мы с вами говорим об авангардистах которые перевернули понимание живопись они увели от предметности а это родоначальник абстракционизма Кандинский это родоначальник супрематизма Малевич когда они просто отказываются от предметности как говорят распредмечивают мир они уже начинают обращаться к сверхсознанию почему потому что они чистую энергию и чистую материю нам показывают мы не до конца это понимаем потому что может быть не готовы может быть потому что долгое время те теории которые они несли и в своем творчестве и в своих литературных трудах и стихах они замалчивались но на самом деле это целый мир который они создают они ищут новый язык и его находят допустим работа Василия Казинского нашего соотечественного как выразить через световое пятно через систему линий через определенный ритм ощущения переживания это вполне возможно сделать и в данном случае это в полной мере поиск нового языка и его находка но это не повторение и даже не отображение реального мира это сверх реальность над реальностью и вот это тоже его работа и опять поиск вот эта дробность напряжения разнохарактерные ритмы некоторая перегруженность вот этими мелкими элементами это все переживание воздействия окружающего мира оно не обличено в привычные для нас формы но мы его переживаем эмоционально а эмоционально передается уже дальше или Малеевич Казимир Малеевич он вылепил свой новый нить беспредметный и это тоже обращение в сверхсознание чистая работа цвета как энергии и чистая работа материи как формы очень просто но и обращался он не к каждой личности в отдельности а к массам потому что это было реалимационное время был поиск новых путей развития в том числе и в живописи и он свой путь нашел правда в итоге он вернулся к реализму уже к концу жизни символическое использование формы использование цвета он серьезно изучал китайскую традицию то что нам диктует фэншуй когда рекомендуют нам определенные цвета облаченные в определенные формы он на это привлекал в начале 20 века восточная философия была очень популярна но для того чтобы это прочитать это нужно знать вот здесь беспредметность она не всегда открывается в полном мире для человека не совсем подготовленного хотя с точки зрения изобразительности композиционно завершенно ритмически интересно найдено уравновешено и при этом предельно динамично это то что и опять это все равно даже в своей беспредметности это обращается к человеку но уже человеку наверное далекому будущему который сейчас уже начинает чуть-чуть проявляться мы с вами рассмотрели живопись с точки зрения ее самого главного назначения раскрытия сущности человека живопись помогает нам прийти к самим себе потому что наблюдая чужие судьбы мы неизбежно перекладываем это на себя анализируем себя а почему учебные квадратные выдачи так популярны а почему это как учебные квадратные учебные хотя бы казалось бы самая такая работа по сравнению даже с женщинами они интересны просто черный с этого начиналось это по сути дела манифест всего супрематизма старое искусство кончилось предметное и нам нужно искать что-то новое по сути дела это конец живописи но если внимательно посмотреть на оригинал и украйне редко вставляют там черного нет там собраны все цвета и вот эти все цвета они собираются в итоге в черный и просвечивают друг сквозь друга дело в том что собственно он можно сказать почти случайно к этому пришел он делал декорации к пьесе музыкальной пьесе победа над солнцем Матюшина там Хлебников участвовал он был другом и он сделал как один из элементов в декорации вот этот черный квадрат и когда он его увидел вот как он сам описывает он заболел вот у него вот такая идея мощная пришла прорыв в будущее он не ел не пил несколько дней его лихорадило и вот после этого как-то начала кристаллизоваться новая идея с этого началось потом были белые квадраты он пытался повторить свой черный квадрат неоднократно но не удавалось сила воздействия была уже не та вот вся энергия наверное к нему выплеснулась у него есть и ну скажем так более понятные образы но черный квадрат это отправная точка вообще Казимира Малевича надо исследовать он во многом для нас был закрыт многие годы но сейчас издали его уже собрание сочинений пять томов он был и философом и не только в области художественного художественных искусств он был поэтом он был разработчиком дизайнерских идей вот те оранжевые безрукавки которые сейчас на дорогах наши дорожные рабочие одевают разработаны именно Малевича там очень много всего интересного в том числе и для дизайна было сделано но черный квадрат не черный потому что он вместил себя все захлопнулся то есть это был абсолютный ноль а с этого нуля началось новое движение новая идея какие еще вопросы есть что здесь можно сказать что все равно они немножко с другой стороны подошли к проблеме они показали как человек вписывается в изменяющийся мир вот сегодня я вижу один руанский собор завтра с позором когда я приду он будет другой послезавтра третий меняющийся мир но это все равно взгляд человека на этот мир они немножко в стороне потому что они поставили себе цель немножко отстраненно показать мимолетные 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 и они ее показали но все равно присутствие человека оно обязательно так есть ли еще вопросы ну и заключительный очень короткий этап мы возвращаемся к декоративно-прикладному искусству то от чего мы с вами ушли и мы с вами остановились на уровне Древней Греции когда в разные стороны по сути дела разошлись высокие искусства и декоративно-прикладное искусство пошло в противоположную сторону оно стало обслуживать быт и украшать этот быт уже на уровне эпохи возрождения очень четко разделялось по позициям первое это народное ремесло то есть то что составляет наш обиход по большей части второе ремесленное производство то есть мелкие мелкие производства и высокое художественное ремесло этим не безгрыз заниматься не Леонардо да Винчи он ставил спектакли он писал декорации он разрабатывал костюмы он сам их расписывал и это тоже декоративно-прикладное искусство дюрер великий немецкий график делал эскизы для торжественных кубков это тоже работа декоративно-прикладного искусства на сегодняшнем уровне давайте мы с вами рассмотрим как как можно систематизировать понимание декоративно-прикладного искусства на каких уровнях может проявляться стилистика что такое стиль стиль это манера изложения и стиль допустим может проявляться на уровне одного автора вот это человек который всю жизнь занимался майориком он оформлял фасады зданий он оформлял ландшафты это Фернан Леже спутать его характерный почерк с другими художниками просто невозможно всего того что в керамике мало кто так работал майорики и кроме того характерный почерк локальные цветовые пятна и очень жестко задан характер формы это тоже Фернан Леже и здесь те же самые тенденции присутствуют другой автор с ярко выраженной стилистикой с авторским лицом это Эмиль Галле это начало 20 века модерн и один из ведущих мастеров по стеклу ну наверное два мастера которые всегда на слуху когда мы вспоминаем об этом периоде это Тиффани и это Галле это очень тонкая проработка стекла разными способами сложная варка стекла мотирование многослойность резкость стекла и в результате мы видим изящнейшие вещи которые до сих покоряют нас своей и трепетностью и очень хорошо выдержаны вкусом можно рассматривать стилистику на региональном уровне например муранское стекло всемирно известное или допустим хохлома которые тоже знают все или гжели совершенно верно или допустим те же самые ивановские сицы которые с 15 века очень хорошо расходились по всей Европе были предметом гордости и одновременно предметом экспорта для России это может быть национальный уровень допустим гуцульская керамика так же как существует грузинская школа керамики или восточно-украинская школа керамики это французские гобелены тоже национальная школа начиная с 17 века мануфактуру выпускают удивительные безворсовые ковры и это исторические историческая стилистика на уровне исторических стилей например декоративно прикладном искусстве знаменитое римское древнеримское стекло они виртуозно обращались с ним очень разные формы делали возможно они общались обменивались технологиями с древними египтянами потому что египтяне тоже очень хорошо владели стекольным делом это замечательные витражи фатические которые первыми у нас всплывают память когда мы говорим о средневековье и понимание именно так света и света в латических витражах больше никогда и нигде не повторялось ну и наконец это допустим барочная мебель очень характерная вычурная тяжеловесная но тем не менее полной не принадлежавшей своей эпохе с проявлением страстей контрастов и она вписывается без остатка в ту историческую среду о которой мы говорим когда вещь вписывается без остатка в среду это называется ансамблевость ансамбль это не просто механическое соединение каких-то элементов это даже не комплект это самое органическое включение в среду когда настолько все естественно становится что разъять это невозможно один из примеров ансамблевости это декоративно прикладному искусству это древнерусская резьба когда на фоне деревянной кладки возникают вышивки замечательные керамика тоиски всевозможные резьба по дереву вот это пример ансамбля в полной на этом я хотела бы закончить какие у вас есть вопросы мы с вами с разных позиций рассмотрели графику живопись декоративно прикладное искусство попытались выяснить откуда они взялись и в принципе это не единственный возможный взгляд на ситуацию но у нас время не так много поэтому я попыталась с разных сторон ситуацию показать какие у вас есть вопросы что-то добавилось к вашим знаниям да спасибо так значит что я хотела сказать что созерцание произведения искусства это вещь замечательная но если у вас есть любовь не только к созерцанию но и к рисованию возможно работе с красками или ручного работе у нас для этого есть все возможности курсы по рисунку многоступенчатую первый уровень это основа рисунка когда человек просто начинает обладевать всеми приемами рисовального мастерства начиная от проведения прямой линии заканчивая самыми сложными построениями античных вас второй уровень рисунка это знакомство с многообразием жанровых форм натюрморт и мы уже знаем что даже через натюрморт мы все равно обращаемся к человеку и пейзаж который включает человека на втором уровне на лиду с натюрмотовым пейзажем рассматривается анималистика то есть это рисование животных и тут даже включена флористика еще один второй уровень по рисунку это рисование человека начиная от портрета и заканчивая фигурой все курсы очень короткие по 8 часов но при наших стараниях и ваших желаниях ничем не сдерживаемых на выходе получается очень достойный результат 8 занятий 8 занятий я бы говорила извините в общей сложности получается 24 занятия есть основы живописи на которых с техникой живописи можно познакомиться это акварельная живопись владением акварельными карандашами и гуашью то что создает тенденции для того что можно было потом самостоятельно развиваться уже двигаясь в масляную живопись то есть более серьезные серьезные техники знакомство с различными тенденциями в живописи и очень легкое знакомство с теорией света что необходимо для живописца ну и соответственно тематически с этим связано и связан курс теории цвета он очень короток 4 занятия но несмотря на то что называется теория цвета в нем идет в основном практика не только понять что такое гармония но и через практику почувствовать что же такое гармония цвета каким образом можно выйти на нужный цвет принципы цветообразования ну и по водным это только водные там более серьезные глубокие и всесторонние несмотря на то что там 4 занятия на выходе тоже очень приличный результат ну и декорирование декорирование это если вы любите работать руками рукоделиями занимаетесь и вы занимались возможно ваши интересы лежат в мусоре интерьера то вам этот курс может быть и интересен и полезен а в чем его неоспоримый плюс в том что мы все техники пробуем несмотря на то что там всего 7 занятий и как во всех курсах у нас очень быстро все молниеносно как бы все проносится тем не менее наиболее популярные техники на сегодняшний день мы опробуем на практике а дальше вы уже будете выбирать что понравилось что не понравилось и развиваться уже не вширь а в глубь по пьемаше по пьемаше нет потому что это очень долгоиграющая история но те техники которые мы с вами изучаем по пьемаше можно элементарно наложить а по пьемаше там есть описание просто в описании идет а там это роспись по ткани условно его батик называют роспись по стеклу золочение салфеточная техника далее гобелены нет это долгая история кропотливая сам принцип можно рассказать но в принципе наверное это должна быть отдельная песня ну и как начало это основы разработки орнаментов орнаменты вещи интересные полезные неоднозначные как уже выясняется и в принципе это самый простой способ и тривиальным образом украсить и одежду и жилище и любое изделие вот это то что мы можем вам предложить если вам интересно пожалуйста подходите к администратору что будет в ближайшее время в ближайшее воскресенье 6 числа начинается курс по декорированию как раз все вот эти техники будет он проходить на парке Победы у нас есть комплекс это метро Багратионовская второй уровень рисунка натюрморт пейзаж анималистика будет проходить с 26 сентября по 17 октября на Бауманске основы живописи 17 сентября то есть начало очень многих курсов именно на сентябрь приходится это то что мы можем вам предложить и если у вас есть желание сделайте первый шаг я вас благодарю за внимание да ну вы занимаетесь дизайном интерьера соответственно лучше если действительно вы дойдете до конца с этим а дальше уже будете сами определяться ну ничего все равно не будет другое дело что очень тяжело всегда приходится так для заучников я предлагаю так есть ли у вас какие-то вопросы хотите ли вы тест пройти не хотите я оценки за это не ставлю сейчас 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 я тогда запущу для заучников тест хорошо и потом так уважаемые заучники у вас есть возможность пройти тест ответить на ряд вопросов там есть ответы один правильный и два для того чтобы вас запутать до свидания всего доброго всего доброго и вы сразу будете видеть правильно вы ответили или нет все лежит в русле тематики которую мы с вами сегодня рассмотрели попробуйте а я вам сейчас продиктую 10 вопросов правда не правда давайте так правда не правда так что такое станковая графика это отпечаток опечаток сделаем на станке это самостоятельное графическое произведение или предварительная зарисовка можно ставить просто там номер один да вопрос пока он не отвечает чтобы подсказок не было пока заучники отвечают и номер правильного ответа так каково сглубинное значение белой или цветной бумаги в графике это просто фон это создание иллюзий света и пространства или просто поле для свободного изложения рисунка можно дальше что отличает реальность от живописной реальности ничего масштаб изображаемого иллюзорное восприятие времени четвертый вопрос истоки декоративно-прикладного искусства это живопись это ремесло или появление новых технологий истоки декоративно-прикладного искусства жирное посередине слова появление новых технологий какими качествами человека обращается эпоха воровка к сознанию к разуму к чувству что такое ансамбливость это набор набор отдельных предметов близкие соседских предметов органическое включение предметов в среду далее какое значение имели на сквальной росписи служили украшением передавали информацию о мире и человеке занимали досуг первого человека к чему служит изобразительное искусство исследование мира и человека украшением сохранением информации для истории исследование мира человек отношения сохранение информации для истории какие задачи стоят перед декоративно-прикладным искусством организация массового производства товаров украшения быта совершенствования орудия труда и последний вопрос какой вид искусства является основой для всех видов изобразительных искусств декоративно-прикладного искусства жилищ или рисунок декоративно-прикладного искусства что такое стабильный график состоятельное произведение практически какого видения значения гены и цифровых формах создание межесмертных пространств что отличает реальность от живописной возраста и рисунок и рисунок и рисунок это да это да это да и струклистеративно-прикладного искусства и слов каким качеством человека обращался до заборок чувством что такое ансамбльность это органичное включение предметов в среду такое значение имеют наставленные росписи передавали информацию о человеке и декоративе это с того проекта к чему служит избранник межесмертных условий исследование зыра и человека какие задачи стоят предыдущие попрошение такой же дискорс является взломом для всех изобретенных межесмертных это истинно ну да жизнь и рисунок базируются на рисунке рисунок начинается чайкушечным и силы рисунок вы какое-то отношение имеете к разобранию к межесмертным я на манерике учился по угодам где защищал рисунок сольный цвет по-сельфански и жили в межесмертных типа сельсок и шваматурно обмаженные предметы его деятельства и пастель пастель и люком люкома ничего на самом деле мы не можем углевать то есть на основном и уже потом будет пастик в в и в в и в и в в и в и в и в и в в и в и в и в и в и в и в и в и в в в здании вот никакие говорят сам из в и в 7 этот 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 год а ст сегодня в то интересно но по если То есть это не для организации, если буквально она присутствует. Да, то есть это интересный, интересный способ, например, на самой коробке, но выглядит более короче. И потом не стесняешься там что-нибудь рассказывать, и это как-то, ну, созидает какое-то отношение. Да, это, да. То есть ты сам будет направлен неправильно, что там на работе, когда здесь будешь, то есть у нас эта работа, и потом уже, типа, нарезано, и мне можно прибавить на критика, что лучше, чтобы сделать в этом моменте. В смысле, даже не учитывая, что происходит в этой организации. Ну, то есть если я вспомню, то есть в начальной школе это больший видос, потому что они уже, то есть считая, что школьное образование надо читать, потому что они, то есть, классная вещь, что нужно принимать в эту математику, и, по-разному, он не точно как-то не отдаётся, и поэтому некоторые, так сказать, и так словно не понимают. Но, ну, а выше школа, наоборот, это называется то, что эти все вещи если хорошо таки изучены, а то можно, по-разному, по-разному, комбинированию. То есть если это не сочетает, что будет там, то раньше, а вас не сочетает. Ну, ну, за высшим организованием, не сажим. Начали. Я бы сказал, что это советское было сначала. Честно, тебе это сажать. Да, да. Что-то интересное было. Очень хорошо. Спасибо, да. Спасибо. Про проектное скидство, которое я расскажу, что надобрасывали идеи, а потом ее услышали. Потому что это важно. Рисунок – основа всего. Не только с этой стороны. Вообще, где мы объясняем, он обнажает все лишнее, он обнажает людей. Да. Не скрывается, если очень очень понравилось. Спасибо. А вы заберете где-то ее у меня. Почему? Это поддача. Понятно. Она просто в этом воскресенье стартует. Поэтому что-то бывает. Очень просто. И идея, по-другому сожалению, живот не опустилась, потому что раньше раз в четыре, но сейчас объединяешь. Но те, да, это сейчас, это сейчас. Для того, что вы уже не дождетесь. Потому что лучше, проще где-то в другом месте, чем дождаться. Потому что достаточно концепт. и не дождаться. Вот что, так что я могу сказать. И не дождаться. Это что-то. Спасибо вам большое. Субтитры подогнал «Симон»